С правилами перевозки детей, прописанными в ПДД, родители, располагающие собственным автомобилем, знакомы хорошо. Но ведь важно позаботиться не только о безопасности самых маленьких пассажиров, но и об их комфорте. Особое внимание этому следует уделить в зимнее время года, когда температура за бортом опускается ниже нулевой отметки. По мнению врачей, оптимальной температурой в салоне автомобиля зимой считается 22-24 градуса по Цельсию. Однако, если в машине присутствует маленький ребёнок, одетый в тёплую верхнюю одежду, то лучше настроить климатическую систему на меньшую отметку, примерно на 20 градусов. Не менее важно следить за потоками воздуха, которые большую часть времени должны быть направлены в ноги водителя и переднего пассажира. Автомобиль перед поездкой следует прогреть до комфортных температур, чтобы снизить риск простудных заболеваний у ребёнка. И, конечно, необходимо позаботиться о тревожном чемоданчике. Ну, поскольку родители у нас обычно люди заботливые и имеют с собой все средства, необходимые для ухода за ребёнком, но обычный стандарт – это гигиенические влажные салфетки, сменные, естественно, подгузники, если ребёнок нуждается в этом. Ну и жидкость для выпаивания ребёнка во время путешествия. Что же до аптечки, то в неё, помимо минимального набора лекарств для взрослых, следует положить жаропонижающие, дезинфицирующие средства и антисептики. К примеру, у зелёнку слабый раствор йода или люголя. Самое лучшее средство профилактики простудных заболеваний – это, в принципе, соблюдение стандартных общегиенических мер, мероприятий. А профилактика гриппа во всём мире доказана – это только вакцинация от гриппа. Продолжение следует...